Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес добровольно отказался от 120 миллионов рублей. Эту сумму удалось сохранить в бюджете из-за того, что предприниматели пересмотрели свои ожидания по возвращению НДС. Об этом заявляют в Кировском управлении налоговой службы, где подвели итоги работы в прошлом году. По данному ФНС, уточненные декларации налогоплательщиков позволили в два раза со 119 до 230 миллионов рублей увеличить суммы по налоговым обязательствам. На 880 миллионов был уменьшен ранее заявленный убыток. Программа Экономика. Предприятия смогут получить до 500 миллионов рублей в Фонде развития промышленности. Фонд повысил предельный размер кредитов, выдаваемых в рамках госпрограммы проекта развития. Ранее размер займа, выдаваемого под 5% годовых с периодом возврата до 7 лет, составлял от 50 миллионов до 300. Также увеличена с 80 до 100% доля кредита, который может направляться на приобретение нового оборудования. За последние два года в Фонд развития промышленности было подано 14 заявок от 11 предприятий Кировской области на 1,5 миллиарда рублей. Получить удалось миллиард. К другим новостям. Число работников в малом бизнесе сократилось. Их численность в прошлом году составила 115 тысяч человек. Это по данным Кировстата на 1,5% меньше в сравнении с 2015. Зарплата в малом бизнесе 17 тысяч рублей в месяц. Несмотря на заметный рост за год 10%, она все равно не дотягивает до среднеобластного уровня и составляет от него лишь 72%. Самые высокие зарплаты на малых предприятиях, которые занимаются финансовой деятельностью 22,5 тысячи, самые низкие в сельском и лесном хозяйстве. Кировская область и Казахстан будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Несколько соглашений о намерениях поставлять технику в Казахстан заключили кировские предприятия на международной сельхозвыставке в Астане, которая прошла на минувшей неделе. Выставочный стенд области посетил торговый представитель России в Казахстане Александр Яковлев. Он заявил о готовности содействовать в продвижении различных проектов, направленных на развитие экономических отношений между Кировской областью и Казахстаном. ЦБ исключил из госреестра скандальную компанию Замутнинского района. Это микрофинансовая организация «Магазин деньги». Компания выдала жительнице Кировской области заем под 2,5 тысячи процентов годовых. Решение об исключении принято из-за неоднократных нарушений требований законодательства. В их числе нарушение требований при предоставлении отчетов, нарушение порядка расчета и отражение полной стоимости кредита в ряде договоров, нарушение ограничений к размеру неустойки для заемщика, сообщили в ЦБ. Коротко несколько цифр. 5 миллиардов рублей просит Кировская область у федералов на благоустройство города к юбилею. ЛПК должен принести в бюджет 2 миллиарда рублей. Такие планы составили в областном правительстве. В 4 раза сократилось число проверок налоговой за 6 лет. Если в 2010-м налоговики проверяли 13 налогоплательщиков из тысячи, то сейчас только трех. В завершение валютах доллар сегодня 57,52, евро 62 рубля 10 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.